Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Вот так, сегодня Вознесение Господне, четверг, 28 мая. И действительно, у нас началось лето. Сегодня первый тёплый денёчек. Приметы действительно справедливые. Сегодня 23 мая. Вот такие дожди у нас идут неделю уже. Выйти во двор невозможно. Вот так, солнышка нет. Всё время вот такое вот хмурое небо и дожди. Не было давно такой весны у нас, давно-давно. Вот такой у меня, оказывается, уже взрослый внук. Обалдеть! Выхожу, тут стук. А он тут, оказывается, хочет развести костёр и пожарить себе мясо. Да, Жень? Да. Молодец! О, молодец! О, молодец! Женька, так тебе сколько? 13? 12. Как 12? 12. А, 13 в этом году будет. А, ты тебя кто научил так? Ты смотри. Я говорю, а что ж ты там колоть будешь? Там брёвна такие. Он лихо справляется. Ты подумай, а? Жень, только очень аккуратненько, очень аккуратненько. Ну, молодец, молодец. Вот такую кучу дров Женька сейчас приготовил. Будет разжигать костёр. Да, Жень? Угу. Вчера у нас был ливень весь день. Сегодня 27-е. Вот вышло. Ну, ничего, вроде бы нормально. Значит, убрала в ведро горчицу, окучила томатики и уже подвязала. Вот так вот они у меня сейчас выглядят. Это ранние. Там первый рядок космонавта Волкова, а это украинские. Поднимаются томатики. Вот так вот. Нормальные пошли, оклемались. Помните, здесь я вам показывала, у меня по краю цвели ирисы. И вот сейчас Олег мне их скосил просто газонокосилкой. Получается, заодно сразу измельчили и освободили. И вот эту всю мульчу. Мульча вся эта пошла в грядочки томатные. Так, я их окучивала, а Олег мне вот тут вот заполняет сейчас травой. Это самые первые, ранние, которые я села на рассаду, по-моему, 13 марта. Вот они сейчас в таком состоянии. Разного периода созревания у меня томаты, поэтому и размеры разные. Но тут сажала хороший-плохой, хороший-плохой. Поэтому так поднимаются. И более позднего будут периоды созревания. Вот они маленькие пока. Но ничего, солнышка-то не было. Сидели, ждали погоды. Сейчас первый солнечный такой денёчек. Такая красота. Наступило лето. А гляньте, как красиво тут у меня сейчас ирисы цветут. Такой дорожкой шикарной. Ой, красота, красота. И вот я подхожу к этим сортовым, которые сейчас отцветут. И я их буду безжалостно делить. Хочу тоже, чтобы много у меня их было. Вот эти мне давала кума года два или три назад. Буквально было два корневища, наверное, было. Вот я их хорошо поделила. Вот они так хорошо разрослись у меня. Вот эти так пахнут. Ой, как они пахнут. Это дочка. А я и не нюхала. Красавцы. Какие красавцы. А вчера 27-го приводила в порядок огурчики. Тоже немножко подокучила, взрыхлила. И вот сейчас начинаем тоже закладывать травкой. И подвязали, сетку натянули. Маленькие сидят. Но тепла не было. Страдали они у меня тут. Еще и слезняки нападали на них. Но вот табазолом присыпала и вроде не лезут. Остановила это нашествие. Хорошее средство табазол. Рекомендую. Это тапочки моего внучка. Сегодня он первый раз у нас исследовал тут на газончике травку. Маленькие ему. Скоро будет 10 месяцев. Ну и вот уже начала наливаться и краснеть клубничка. На балконе наводим порядочек. Вот так вот виноград у нас тут будет плестись. Девичий виноград. И вот такая картина красивая, с великолепным ароматом. У нас сегодня 29 мая. Конец весны. Начало лета. Вчера был первый теплый денечек. Сегодня второй. Такая вот красотища. Люблю белые пиончики. Вон такие шапки. Ой, какие шапки. Подряд. Хорошо подвязали. О, какая красота. Ой. Ну, прелесть. Прелесть. Чудо. Это вот мирабелис я сегодня сажала из рассады. Везде, везде по краю терраски посадила рассаду мирабелиса. А сейчас покажу, который из корней. Это вот такой уже мощный из корней, который зимовал у меня в погребе. Вот один. Вот второй. Так, тут вот. Второй вот такой вот мощненький кустик. И третий. Вот такая разница. А четвертый, к сожалению, не пошел у меня. А это те гераньки, тоже перезимовавшие в подвале. Ну, и также я подокучила перчик. Какой-то он у меня не айс в этом году. Почему-то желтый. Слабо растет. Ну, может, сейчас вот солнечные денечки добавятся. Пойдет расти. Ну, пока такой. Теквушки вот такие уже. Валим мы здесь пищевые. Буду я их здесь закрывать. Это вот Олег опрыскивал. И, похоже, сжег. Несколько кустиков такие. А под деревьями вот они у меня тут. И бархатцы. Помните, я сеяла. Вот надо будет тут продергивать. Рассаживать не буду. Просто выдерну лишнее. И все. Весна. Пора любви. И у божьих коровок тоже это пора. А этот пару ищет, второй. Лазит. Ромашка аптечная у меня тут. Который год живет. И выдергиваем ее. И она все равно здесь. Каждый год всходит. Малина. Уже такая высоченная стала. Ничем не подкармливали. Вот сама она такая бузует. Буду опять проверять. Уже можно и подвязывать. Буду проверять. И опять выдергивать. Чтобы не так густо было. Вот она, февральская наша картошечка. Вот цветет сейчас. Олег ее сейчас только полил. И раскрыл для малины. Место освободил. И нижняя картошечка у нас уже такая подросла хорошо. Тоже бутонизируется. Дождей было много. Почти две недели были дожди. Благоприятно это для картошки. Не сильно она отстает от февральской. Февральской. Я думаю, на картошку должен быть урожайный год. Вон какие мощные. Вон стебли мощные какие. Так что вот такая наша картошка на сегодня. Ну и мои косяки этого года. Это вот баклажаны. Такие страшненькие. Вот не окучивала их еще. Думаю, рядом подсажу томаты. Посмотрю, если так они не оклемаются. Хоть томаты будут расти. Уже чем только их не пшикали. И фуфанолом. И фитовермом. Не знаю. В общем, затравленные они у нас такие. Что с них толку будет? Наверное, надо их будет убирать отсюда. Тут внизу томатики. Еще я тоже их не привела в порядок. Вот такие. Пока такие. Завтра планирую выйти окучивать, подвязывать. Конечно, будет более красиво, чем сейчас. Ну и вот они парадайсы. Окученные. Замульчированные. А вот этот я обломала, но прикопала. Самый большой был томат. Вот у меня их шесть пинг-парадайсов. И вот этот вот еще. Посмотрим. И увидела вот первый бутон плетистой розочки. Распускается. Бутонов много. Но вот скоро будут уже цвести. И тут же жасмин у нас тоже на днях распустится. А бриет-то еще цветет. Ну всем пока-пока. Желаю всем счастья. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...